Приветствую вас! И что хочется сказать для начала? Для начала хочется сказать, что вам необходимо вспомнить причину, по которой вы ушли от своего первого мужчины. Вот причину, по которой вы ушли, вам стало скучно. Так вы сказали, так вы описали свое состояние, то есть его эрудированность, его серьезность, его направленность, она вас никак не устраивала. И это, в общем-то, нормально. Нормально, когда человека не устраивает характер другого, когда человеку хочется чего-то иного, иного, когда человеку хочется чего-нибудь более такого, ну, можно сказать, активного, более, так сказать, бродвинутого, менее серьезного и так далее. Это нормально. Другое дело, что, может быть, вы не верили в него, вы не верили в своего мужчину на тот момент, и, значит, считали, что вот тот другой дает вам больше. И когда вы увидели фотографию своего бывшего мужчины, увидели, что он довольно успешный, и захотели быть счастью этой успешности, захотели быть рядом с ним. Но давайте спросим вас впервые так, а почему отношения с вашим настоящим мужчиной, который у вас сейчас, почему с ним вы сейчас находитесь в напряженных отношениях? Вот какова причина напряженности ваших отношений? И сначала нужно проработать именно эту напряженность. Для чего? Чтобы понять ее причины. Если вы стремитесь к своему бывшему мужчине, к бывшему парню только потому, что у вас не все гладко с вашим настоящим мужчиной, то проблему можно решить. Можно подумать, вот, например, почему вы раньше или изначально принимали его таким, как он есть, а теперь нет. Почему изначально вы не считали недостатком то, что он выпивает и так далее, а сейчас в большей степени это чувствуете? Почему? Вот ключевой вопрос. И на что вы надеялись, на что вы ориентировались, когда начинали с ним встречаться? То есть, чего вы хотели, чего ждали? Эти вопросы очень важно для себя понять, для того, чтобы лучше понимать вообще, что вы сейчас хотите, куда вы сейчас стремитесь и что во мной это. Дальше, очень важно, чтобы вы отдавали себе отчет в том, какая направленность у вас к молодому человеку, тому другому молодому человеку, который вас сейчас интересует. Вы не сказали, что вы любите его, вы не сказали, что вы любите его, вы говорите, что вы просто хотите быть с ним и вам обидно. Вам обидно, что вы не с ним хотя бы могли быть. Это, знаете ли, очень сильно похоже на некий такой личный, скоростный интерес. И если это действительно так, то вряд ли у вас с ним получится хорошее отношение, потому что человек понимает. Ага, когда я был просто умным и эрудированным, значит, я был ей не нужен. А как только я чего-то добился, то сразу стал нужен. То есть мужчине достаточно легко будет раскусить вас относительно того, почему вы захотели быть с ним вместе. И вам будет стоить больших усилий убедить его в обратном, убедить его в том, что вас не интересует, скажем, его успешность, его обеспеченность, его работа и так далее. Вас интересует только он сам. И вот этот момент тоже нужно просто проработать. Если вы начнете с ним общаться, я не думаю, что будет что-то плохое, если вы, например, напишите ему, поинтересуетесь, как у него дела и просто завяжете какой-то диалог. Если это произойдет, то вам нужно особое внимание уделять тому, чтобы, значит, говорить, рассуждать и давать ему почувствовать только то, что он вам нужен как мужчина. Не как носитель вот этого комплекса благ, который у него есть, а именно как человек. И тогда у вас есть шанс того, что у вас все получится. Но поскольку вы пишете, что имеется чувство сожаления, то есть у вас есть сожаление, впечатление по поводу того, что вы, например, прозябаете в лучи, а он у вас умный и вырвыл. Понимаете, в чем дело? Тот факт, что вы сами собой недовольны через него пытаетесь реализовать свои потребности, говорит о том, что у вас, ну, есть некая предрасположенность к зависимости от отношений. То есть вы в отношениях, потому что мужчина может вам что-то дать. Вот вы, например, с первым мужчиной, который был умным, были, судя по всему, потому что он вам мог что-то дать, по вашему мнению. Когда вы увидели, что он не дает, вы от него ушли, пришли к другому, который тоже, по вашему мнению, мог вам что-то дать, то, что вам нужно. И в итоге сейчас, когда он вам этого не дает, вы опять-таки смотрите на предыдущего мужчину. Я думаю, что для того, чтобы избавиться от чувства сожаления, вам нужно самостоятельно, без использования мужчин и людей, вообще, осуществить свои собственные потребности, удовлетворить их и достигнуть всего того, чего вы сами хотите, например. Если вы хотите обеспеченности, то вам нужно стать самой обеспеченным. Если вы хотите комфорта, то вам нужно добиться этого самой, не через кого-то, а самой. И тогда вы сможете выбирать себе таких мужчин, которые будут с вами в отношениях не для того, чтобы вам что-то дать, или чтобы вы что-то дали, или как-то еще, а именно на основании свободного волеизъявления, свободного желания. Тогда вы не будете зависимы ни от первого, ни от второго мужчины. Тогда вы вообще не будете ни от кого зависимы. Вы будете следствовать только своим чувствам, своим побуждениям и своим порывам. А вы пока зависимы от мужчин. И вот этот момент тоже нужно вам проработать и понять. Давайте еще раз, чтобы было немножечко понятней. То, что вы хотите быть с вашим бывшим мужчиной, обусловлено тем, что вам не хватает того, что он имеет. Может быть, вы хотите роскоши такой же, как у него. Может быть, вы хотите чего-то еще. Но в любом случае, это делает самого мужчину как средство. Это предоставляет его в качестве средства для достижения ваших целей. А это неправильно. Пока вы видите человека в качестве цели, отношениями удовлетворения вы не будете. А мужчина сам по себе не будет чувствовать, что вы даете ему все, что нужно. Он будет чувствовать, что он вам дает то, что нужно. А вы нет. И поэтому для того, чтобы отношения строить на основе искренности, на основе симпатии, уважения, взаимопонимания, нужно, чтобы люди, вступающие в эти отношения, не были в зависимости друг от друга. Чтобы они и каждый были удовлетворены в своих желаниях, а друг друга хотели просто делать счастливыми. Безусловно, ничего не ожидая взамен. Вот при такой постановке вопроса, отношений, у вас есть шанс и с бывшим молодым человеком сблизиться, и вообще говоря, больше не испытывать напряжение в личных отношениях. Но для этого нужно понять, что вы хотите, в чем вы нуждаетесь, что вы стремитесь получить от мужчины и получить это самостоятельно, без него. Тогда у вас все будет хорошо. Тогда у вас будет гармония внутри, и вы не будете стремиться к мужчинам только для того, чтобы что-то от них получить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете вы лучшим.